Второй музыкальный синтезатор на моем рабочем столе – это вот эта контрольно-кассовая машина. Это кассовый аппарат, который уже был героем моих обзоров. Я показывал в видео, которое называлось 32, как можно сделать с помощью Гамбаса для Линукса программу, которая безо всякой 1С может печатать чеки, которые отправляются в онлайн-режиме, в налоговую, как того требует федеральный закон номер 54. Пользуясь случаем, передаю привет компании 1С, которая считает, что они монополисты и все ее навязывают. Можно им и не платить. Как я и обещал, та программа выложена в общий доступ на GitHub, можно просто скачать вот по этой ссылочке и адаптировать под свою собственную компанию. И не устанавливать 1С и от Линукса не отказываться, если до сих пор вы им пользовались. И тут из-за онлайн-кассы вам встал вопрос, ставить винду и 1С или не ставить. Можно этого не делать. Но сегодня, как я сказал, речь не о том, что можно печатать чеки. Речь идет о том, что это музыкальный синтезатор. Потому что легко можно нагуглить в интернете драйвер Атолл, вернее документацию на драйвер Атолл, где написано, как использовать этот девайс. Этот девайс умеет пищать, причем пищать по-разному. Он понимает разную частоту и длительность сигнала. И сам он никогда не пищит. Ничего он сам не делает. Ему нужно дать команду пищать. То есть ни на какие ошибки он не пищит, ни на какие звуки по другим причинам сам не воспроизводит. Но если вы ему пошлете команду пикнуть, то таким образом вы можете подсказывать кассиру, что что-то идет не так внутри вашей программы. И касса будет выдавать на самом деле мелодии любой сложности, если умело воспользоваться этой возможностью. У меня здесь ужасная акустика, поэтому чтобы перестать вас мучить, мы переместимся сейчас в другое место. И я покажу, что я имею в виду. Итак, я здесь собрал небольшой тестовый стенд. У меня здесь стоит сам кассовый аппарат. Ну, в общем, просто кассовый аппарат. Он стоит на писалке экрана, которую я буду использовать, чтобы вот так вот не показывать вам монитор. Я знаю, что это не очень хорошо, а тут придется довольно долго показывать монитор. Поэтому будем смотреть просто сразу запись монитора. Небольшой компьютер, к которому подключен терминал, и через который идет выход на писалку монитора, через который идет выход на монитор. Ну, я думаю, вы все поняли, да? Ничего сложного. Ну и вот, собственно, можно нажать запись. И теперь уже начать вам показывать экран. Сначала убедимся, что кассовый аппарат работает. Попробуем напечатать из него самый обычный какой-нибудь отчет. Вот. Для этого нам понадобится программка. Все нормально. Кассовый аппарат работает. Какие-то цифры показывает. Но этот кассовый аппарат, разумеется, не фискализированный, поэтому на нем можно печатать все, что угодно. Эти данные ни в какую налоговую не отправляются. Хотя он полностью готов для того, чтобы это делалось. Подключи к этой машине любой другой кассовый аппарат, который фискализирован. Все будет работать. В общем, как печаталка она в принципе работает. И, конечно, этот девайс способен издавать звуки. Мы можем пикнуть несколько раз. И можно убедиться, что звук идет именно из этой штуки. Ну, впрочем, я должен подносить не камеру, а микрофон к ней. Но, в общем, поверьте, это пикает именно ККМ, не компьютер. Компьютер этот конкретный вообще такие звуки издавать не способен. В общем, у нас идет запись экрана, девайс работает. Я так понимаю, что экран вам сейчас будет нормально видно. Вот у меня есть простая программка на Гамбасе. Как известно, это очень простой язык программирования. На нем просто очень быстро можно написать простую и даже, в принципе, и сложную программу. Не надо писать ничего, что требует серьезной производительности. Этот язык, конечно, совсем не для этого. Для этого существуют C и прочие языки. Но зато на этом языке очень быстро и просто можно написать, в принципе, что угодно. Если оно не очень тяжелое. У меня здесь сейчас уже сделаны кое-какие первые наброски. То есть, я подключаю драйвер кассы. Я все это уже показывал, поэтому на этом не буду сильно останавливаться. Все это можно посмотреть в видео, которое называется 32. Это чистая водозаготовка. Тут несколько функций основного драйвера, библиотеки основного драйвера кассы подсасывается. И программка при открытии формы загружает, инициализирует драйвер. Что тоже делается очень просто. Создается интерфейс с кассой. Ей подсовывается конфиг. Там очень короткий, простой XML с параметрами, которые, по-моему, даже не так уж важны. Ну, здесь все очень просто. Тот, кто знает Basic, тот, в принципе, поймет, что написано здесь. Гамбас от, скажем, VB6 отличается практически ничем. Но как касса нас сегодня этот девайс не интересует. Мы хотим его использовать именно как музыкальный инструмент. Поэтому мы можем сделать кнопку, например, которая будет пикать что-нибудь в этом роде. Это будет простая кнопка, которой теперь надо предоставить кое-какие функции. У нас есть функция звука, которая подсасывается из библиотеки, которая, в общем, просто пищит. Если мы дадим здесь вот такую вот, не команду, а напишем... Господи, что я пишу? Биб. Вот. Просто биб. Передаем его в драйвер кассы, этот биб. Вот и вся функция нашей кнопки 1. Запускаем программу. Нажимаем на кнопку. Касса пикает. То есть, вот этот звук биб, он выходит из кассового аппарата. Сейчас вы, конечно, видите экраны и не видите, что пикает, поэтому вам придется поверить ни на слово. Пикает касса. И у нее эта пищалка, это простой однобитный пикатель, который, в общем... Слово-то какое я придумал, пикатель. Который, в общем и целом, похож на обычный ПК-шный PC-спикер. То есть, он, в принципе, способен выдавать звуки разной частоты. Но это звуки, естественно, одноголосые. Он способен только пищать. Но пищать на разной частоте и с разной длиной. С разной продолжительностью этого пищания. Поэтому, в принципе, используя все те трюки, которые использовали наши далекие предки для того, чтобы писать музыку на PC-спикер. Мы можем и эту штуку заставить играть что-нибудь более интересное, чем просто биб. Потому что, кроме оператора биб, у нее в драйвере есть еще оператор саунд, который позволяет передавать ей как раз частоту и продолжительность. И работает это примерно таким образом. Давайте сделаем еще одну кнопку. Какую-нибудь существенную, большую. И дадим ей такую команду. То есть, мы хотим сначала задать время, которое будет пищать наш кассовый аппарат. Это будет... Значит, мы передаем эти данные в драйвер и передаем продолжительность. Ну, скажем, 3 секунды. Насколько я помню, здесь в миллисекундах все это измеряется. Поэтому нам, наверное, надо, получается, дать 3000. Но мы сейчас это все померяем. Затем мы говорим частоту, которую мы хотим, чтобы издал наш аппарат. Также передаем это дело в драйвер и задаем частоту, ну, скажем, я не знаю, 400, получается, герц, да? Ну и все. Дальше задача этого аппарата просто издать звук. Вот написали мы такую простую программку из трех строчек. Смотрим, что делает наша кнопка. Вот. Действительно, тут даже и нет никаких трех секунд. Тут, пожалуй, меньше. Около одной секунды. Но, тем не менее, это работает. Что мы можем изменить? Мы можем изменить частоту, скажем, сделать ее поменьше. И можем в два раза, допустим, увеличить duration, то есть продолжительность. Смотрим, что изменится. Действительно, она стала играть в два раза дольше и на более низкой частоте. Допустим, мы хотим заставить наш аппарат играть, ну, прям что-нибудь вообще серьезное. Например, мелодию из художественного фильма Mortal Kombat. Кажется, что это на самом деле какая-то непосильная задача для этого агрегата. На самом деле, задача посильная и не в последнюю очередь потому, что музыка из Mortal Kombat, она достаточно простая. И я, конечно, могу наиграть ее и на синтезаторе, но этот скилл никак мне не поможет, потому что я сюда никак не подключу синтезатор. ККМ не знает, что такое ноты. ККМ вообще ничего не знает. Он может только пищать с частотой и продолжительностью. Поэтому самый простой способ передать в эту штуку мелодию, это где-нибудь нагуглить, как это в свое время делалось на старых телефонах. Вот у меня был раньше телефон Ericsson A2628S. Вот такая же леска. Нет, на самом деле полное говно, но в чем-то в ней был, конечно, шарм. И когда он у меня звонил, он у меня звонил музыкой Агата Кристи «Сказочная тайга», по-моему, да, или как «На войне», что-то в этом роде. Я не помню, что-то из Агаты Кристи. И для того, чтобы он это делал, приходилось набивать ему ноты. Это заняло у меня где-то с полчаса, чтобы сделать мелодию, которая играет там где-то, ну, может, секунд 7-8. Но, тем не менее, это узнавалось, люди на улице улыбались, потому что понимали, что это не с завода шла такая музыка. И все, что понимали эти далеко не полифонические телефоны, то есть какой там МП-3, он даже полифонию играть не мог, только монофонию. И все, что понимали эти телефоны, это, собственно говоря, ну, то, что называется американское написание нот. Это у нас дора ми фасоль оси, там, от кого, от итальянцев, наверное, мы это взяли. У них это просто ABCDEF. И таким образом, у них, как правило, ноты во всяких табах и прочем указываются как буква и цифра. Цифра – это номер октавы. А ABCDEF – это, собственно, нота. Так что, если мы знаем соответствие звуковых частот нотам и можем в виде нот записать эту музыку, то передать в ККМ мелодию проще простого. Нужно просто нагуглить тот же самый Mortal Kombat в виде набора этих самых нот, как можно было бы их записать в какой-нибудь мобильный телефон. Это очень просто сделать. Откроем браузер. Ну и наберем что-нибудь типа Mortal Kombat. Что у нас там может быть? Notes. Мне даже не для ForPiano надо, а мне надо скорее для мобильного телефона. Давайте поищем. Интересно, как это искать на самом деле. Ну что, если мне, например, там ForMobile Phone. Скорее всего, он мне предложит просто скачать. Причем скачать даже не мелодию, а саму игру. Короче, после продолжительного гугления, не думал, что это займет столько времени, я все-таки смог найти ноты к Mortal Kombat. И теперь понятно, да, то есть вот это вот вступление, а вот это вот основной проигрыш. Понятно, а это типа тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Со ставками. Все понятно, все понятно. Простая музыка, все хорошо. Надо ли нам знать эти ноты, и надо ли нам вообще иметь какое-то музыкальное представление хоть о чем-нибудь? Вовсе нет. Нам вполне достаточно просто найти соответствие этим нотам в какой-нибудь таблице частот. Нагугливаем частоты нот, видим, что в принципе здесь есть все необходимые соотношения. Да тут еще и так все подробно. С октавами все понятно. Ну это здорово, конечно, да, но нам не нужны, наверное, такие подробности. Здесь есть аж до сотых эти самые частоты. Нам не нужна такая точность, мы не пытаемся тут изобразить шедевр. Вполне достаточно округления до целого числа. Давайте расскажем программе, что ноты имеют примерно вот такую частоту. Для этого нам нужно для начала задать переменные ноты. То есть у нас должны быть... Во-первых, нам нужна вся музыка в качестве массива из цифр. Ну, точнее, из переменных. Ну, так или иначе, мы передадим реальные цифры в это дело. Нам нужна каждая нота как отдельное число. И теперь нам нужны константы. Исходя из того, что нам, по сути, понадобится довольно ограниченное количество нот, нам не обязательно описывать все ноты. Нам вполне достаточно описать только вот эти ноты. И этого нам будет вполне за глаза. Надо будет описать понятие silent, то есть перерыв между нотами. И вообще-то этот кассовый аппарат не совсем понимает перерывы между мелодиями. Поэтому гораздо проще будет присвоить значению silent не тишину даже, ну, не умеет так кассовый аппарат, а какое-нибудь просто низкочастотное гудение. Так будет даже лучше. Будет имитация баса. Собственно, в старом DOS'е ведь так и делали. Просто-напросто заставляли PC-спикер все время переключаться с одного звука на другой, что создавало ощущение при достаточно быстром переключении, что как будто играют два инструмента одновременно. Хотя PC-спикер так и не умел. Теперь мы можем описать сами частоты, исходя из того, что мы видим здесь. Поэтому каждой из описанных нот надо присвоить значение частоты. То есть просто цифру, которая будет просто передаваться в ККМ в качестве frequency. Сделаем в нашей программе вот такой кусок кода, который будет просто передавать герцы, а значению silent передадим значение 100. То есть это будет просто низкочастотное гудение. Теперь мы можем описать, собственно, сам массив музыки. То есть музыка у нас будет состоять как раз из того, что мы тут нагуглили. Вот из этого массива. Тут получается раз, два, три, четыре, тридцать две ноты. Соответственно записываем эти тридцать две ноты в нашу программу. Вот она получается вся музыка вступления. Теперь у нас есть массив, который мы можем проиграть. Нам не надо использовать то, что мы тут только что наэкспериментировали. Вместо этого нам понадобится цикл от первой ноты, даже от нулевой получается, до последней, в данном случае у нас их 32, где наша задача проиграть все, что внутри этого массива. То есть для каждого шага нам надо сделать, чтобы чистота каждой конкретной ноты равнялась, собственно говоря, этой самой ноте. Дюрейшн у всех этих нот, если вы помните мелодию Mortal Kombat, он в общем одинаковый. Ну и пусть он у нас будет равен, скажем, 100. И для каждой ноты нам надо, собственно, и сдать звук. В общем, на первый взгляд это все. Давайте попробуем все это дело запустить. Запустить. Да, правильно. Каждый из этих операторов должен передаваться драйверу кассового аппарата. Чуть не забыл. И не через равно, а как второй аргумент. Вот так. Собственно и здесь то же самое. Запускаем. Программа запустилась. Нажимаем на кнопку. Что ж, очень похоже. Кроме того, я, судя по всему, немножко превысил размер нашего массива. Но массив нам, собственно говоря, не важно какой, даже если он с ошибкой останавливается. Видимо, 31 нота обсчитался. Не важно. Ну и понятно, что это слишком быстро. Давайте попробуем сделать, чтобы он играл чуть помедленнее. Ну, скажем, скажем 500. Это слишком, слишком, одним словом. Давайте попробуем 200. Ну что ж, это уже очень похоже на правду. То есть, таким образом, теперь кассовый аппарат у нас вполне себе играет музыку. И мы действительно можем эту штуку использовать в качестве музыкальной шкатулочки. Для этого в нашей программе, наша вторая кнопка, мы действительно ее просто нажимаем. И эта штука играет музон. И то же самое мы можем сделать с припевом. Но теперь нам нужно уже определять, какие у нас значения сайлента, чтобы делать правильные паузы между нотами. В результате у меня получился вот такой код, потому что у меня получилось ограничение по длине строки, по количеству элементов в массиве. Короче говоря, выглядит это вот таким вот образом. Я дописал до 61 ноты, точнее всего у меня 62 ноты, считая с нулевой, где есть еще и начало проигрыша. Но чтобы потом уместилось все остальное, мне пришлось еще дописать несколько кусков. И я немножко изменил параметры паузы, которые нужны для того, чтобы более точно игралась музыка. В общем, сейчас весь этот кусок программы выглядит вот таким вот странным образом. Но тут просто повторяется, по сути, одно и то же с небольшими нюансами. Потому что нужно было описать, как вести себя, если попадается тот самый сайлент. Потому что я не мог сделать тишину, мне нужно было сделать, чтобы игрался низкий звук вместо тишины. И теперь весь этот музон никак не играет, потому что вот это вот лишнее. Вот так. Запускаем. И слушаем, что получилось в результате. Ну, может быть, не очень удачно выбран звук для сайлента. Он как-то немножечко отонально звучит в данном случае. Но в целом и в общем, короче говоря, это работает. Вот такими вот нехитрыми действиями можно превратить серьезный ККМ в музыкальную шкатулку и, в принципе, баловаться с ним еще много как.